Резню в Париже устроил выходец из Чечни с французским паспортом. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Нападение, в результате которого один человек погиб, и еще четверо были ранены, произошло накануне вечером, и его квалифицировали как теракт. Все подробности знает Татьяна Лагунова. Центр Парижа, прекрасная погода на террасах кафе и ресторанов, да и просто на улицах много людей. Здесь, в квартале от оперного театра, и произошло нападение, которое позже квалифицируют как теракт. Молодой мужчина, вооруженный кухонным ножом, начал атаковать прохожих. Это была резня без разбора, рассказывает Джонатан, официант одного из местных ресторанов. Он шел спокойно, руки в крови, в левой нож. Он шел и пытался зайти в магазин, а люди кричали и убегали, а он искал новые жертвы. В результате атаки погиб один человек, и еще четверо получили ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одна из девушек хотела спрятаться в нашем ресторане, но нападавший бросился на нее. Повалил на землю, и она не успела забежать внутрь. Помочь девушке попытался ее друг, но и он был атакован. Все бежали, была паника. Нападавшего застрелили полицейские, которые прибыли на место происшествия буквально в считанные минуты. Силовики сразу же озвучили и предварительную версию – теракт. По словам очевидцев, во время атаки нападавший выкрикивал «Аллах Акбар», поэтому мы передаем это дело в отдел по борьбе с терроризмом. Личность нападавшего уже установлена в СМИ, озвучили имя и прочие данные о злоумышленнике. Это Хамзат Азимов, 20 лет, урожаец Чечни, гражданин Франции. Он был известен силовикам как сторонник радикальных исламистов, но никогда ранее не задерживался полицией. Сейчас правоохранители допрашивают его родителей. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». В сообщении, которое игиловцы распространили в интернете, говорится, что нападавший был их боевиком. Сейчас эту информацию проверяют французские спецслужбы. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!